Всем привет! В сегодняшнем видео хочу поделиться огромной радостью. Распустился первый цветочек. Вот такой интересный фиолетовый красавец. Это мой кохлеантес. Очень радостное для меня событие. Первый цветочек. У меня на канале есть видео про эту орхидею. Оно полугодичной давности. Немножко расскажу. Покупали мы их в экофлоре зимой. Они пострадали при перевозке. Кусты пришли немного подмороженные. Свой кустик я делила с девочками из нашего чата. И произошла вот такая история. Вот это все сухое. Это отмершие части растения. Честно признаюсь, думала, что и у меня он погибнет. Потому что кохлеантусы из того завоза у большинства покупающих погибли. Взялся он у меня вот это все сушить. Вот это все сухое. Это засохшие части растения. Но потом в один прекрасный момент появились молодые зеленые ростики. Вот они появились выше. Начали активно расти, развиваться. Вот так прямо с боков появляются молодые росты. Не фокусируется камера. Вот смотрите. Вот такие молоденькие ростики. Ой, совсем не фокусируется. Вот так видно молодые ростики. Из них растут корешки. Вот так активно пошли корешки. Растет какая-то травка в горшке голландская. Не знаю, что это за травка. Это, наверное, сорняк какой-то. Но он растет с самого приезда растения. Не убираю. Вот здесь какие-то травки растут. Их не удаляла, не убирала. Как росли, так и растут. И вот здесь видно, что поверх всего сухого появилась жизнь. Жизнь развивалась. Немножко топорщатся листья. Я понимаю, что влажности в помещении не совсем ему было достаточно. Вот такие топорщатся. Топорщатся вот так листочки. Но через некоторое время набрал он зеленую массу. Вырос вот такой кустик. Наросли корешки. Растет растение очень быстро. И росты появляются стремительно. И корешки очень быстро растут. И в один прекрасный момент я заметила первый вот такой цветоносик. А за ним стали появляться еще и еще. Вот такие цветоносики. Вот здесь цветоносик. Вот здесь. И наконец-то первый бутончик распустился вот в такой прекрасный цветок. Чудесный, красивый. Очень я рада. Сколько раз мы их заказывали в экофлоре. И каждый раз приходят с разными цветами. Были и чисто белые. Были белые с черточками. Были с розоватой губой. Этот именно с такой сиреневой губой. Вот такое чудо теперь живет у меня в коллекции. Надеюсь, что он дальше будет расти и радовать меня своим цветением. Второй орхидеей порадовавшей меня на днях стала вот эта орхидея. Это Денмарк. Наконец-то распустились первые цветы. Ее я показывала не так давно. И хвасталась, какие он мне дал цветоносы. Вот здесь цветоносик. Вот этот цветонос с ответвлением. С ответвлениями. Вот такие ответвления. Довольно крупная розетка. Это мультифлора. Мультифлора ароматная. И вот, наконец-то, появились первые цветочки. Распускаются они вот такие яркие. Постепенно они увеличиваются в размере. Не совсем для докрупных размеров, но они становятся немного крупнее. И очень сильно выцветают. Они становятся бледно-бледно-розовыми. И каемка становится с желтой, белой. Аромат очень приятный у нее. Вот здесь расщелкнулся бутончик. Очень быстро у нее открываются цветы. Если есть орхидеи, у которых после расщелкивания бутона проходит несколько дней, то эта орхидея очень быстро открывает бутоны. Я почему и пропустила распуск первого цветочка. Увидела, что расщелкнулся бутон. Не подходило. А на следующий день подошла и смотрю, уже открыто два цветочка. Вот такие яркие цветы с неоновой полоской, неоновыми вкраплениями на губе. все переливающиеся и ароматные. Очень довольна я этой орхидеей. Это полностью домашнее цветение на два цветоноса. Эта неделя стала богатой на начало цветения. Еще одна орхидея и снова открылся буквально один цветочек. Еще вчера он был немного приоткрыт, а сегодня показывает себя во всем великолепии. Думаю, многие узнали. Это орхидея черная жемчужина. Вот вот так она выглядит без вспышки. Очень темная бархатная. Цветочки не сильно крупные, но очень и очень красивые. Орхидея очень любит доращивать цветоносы и постоянно цвести. Вот здесь она у меня цветоносы доращивала. Срезать не стала, пока оставила. Но при этом она мне выдала еще один цветонос и решила на нем процвести. Вот здесь бутончики еще только формируются, но при этом уже открылся первый цветочек. Сейчас включу вспышку и покажу поближе. Вот такой темный цветочек, только колонка и легкий-легкий легкая-легкая обводка края. Неоновые края лепестков. Очень красивая ее красота цветов перекрывает размер цветочка. Когда их много, очень красиво. Естественно, как только орхидея распустится, обязательно покажу полный распуск. Вот такие у нее длинные листья узкие, тоненькие цветоносы и вот такие цветочки. Ну, вот и все, что я сегодня хотела вам рассказать. Вот такие новости произошли с моими орхидеями за последние несколько дней. Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры